Бакинцы, ереванцы, чушки, шуртвацы, ишаки, еразы, азары. Как мы знаем проблема городских жителей столицы и районских в Азербайджане и Армении всегда была и есть в наше время. От этого и этой неизбежной темы в нашей жизни никуда не уйти. К сожалению эта тема остро всплывает и в наши дни. И особенно в Азербайджане. Хотя такая же проблема всегда была и у армян. И в первую очередь у ереванцев. Которые презрительно непочтением и неуважением относятся к своим соотечественникам жителям районов Азербайджана и Армении. Ереванцы всегда считали и высказывались в открытую про наших армян Азербайджана в основном негативно. Которых называли всегда шуртвацами, что переводится как нечистокровные армяне или отуреченные армишки. Не менее нелестно отзывались всегда и сейчас про армян живущих в Карабахе. Называя их карабахскими ишаками. А также некоторых армян из Азербайджана сакрашено Азарами. Это слово можно перевести в двух смыслах. Первое от нашего слова Азар как напасть больная. А второе в переводе как сокращенное азербайджанские армяне. А в остальном я не слыхал от ереванцев презрения и неуважения к своим провинциальным соотечественникам. Хотя эта проблема к сожалению нашему стала сильно выделиться в Азербайджане. Хотя надо честно признаться в том, что разница в грамотности и просвещенности всегда была на стороне городского населения. Но если взять в процентном отношении, то выяснится то, что большую часть нашей интеллигенции, уча ЕНН, ИХ, деятелей культуры, литературы и музыки были в большей части выходцами из районов, так называемых некоторым нашим блогерам, районскими чушками. Хотя понятие слова «чушка» в первую очередь исходит от слова «дитя свиноматки». Это маленькая, грязная и нечистоплотная от свиноматки «чушка», которая впоследствии становится «свиньей». И этим эпитетом к сожалению наших сограждан из провинции очень часто называет не какой-нибудь молодой человек, а по возрасту «аксаккл», но который не соответствует этому слову полностью. Я бы его правильнее назвал по-нашему «башагармашинсан», что переводится на русский, как «человек с посидевшей головой». Во-вторых, до чего можно презирать и унижать свой народ, когда почти в каждом ролике оскорблять районских «чушками». При этом отделять «абразовольских», как и сам жителей Баку на остальную часть нашего азербайджанского народа. Называя их начичеванцами, гинджинцами, районскими и прочими «чушками». При этом выделяя как особую касту из «русскоговорящих бакинцев». Да именно, бакинцев. Это что, какая-то особенная национальность. Нет такой национальности, как «бакинцы», а есть сообщество жителей города Баку. Которые между собой и зовутся бакинцами, как гинджинцы, навчеванцы и другие по районам. И потом, многие бакинцы и состоят как раз из жителей тех же районов. И мне непонятен это отношение ко многим нежителям в Баку. Так и хочется спросить у этого убеленного в Сидинах человека. Разве они не граждане Азербайджана, что вы отделяете их по географическому проживанию? И вам не стыдно их постоянно называть неграмотными и необразованными «чушками»? Я раза четыре или пять писал этому человеку о своем возмущении и недопустимости в разделении нашего народа на бакинцев и районских. Хоть я и сам являюсь русскоязычным, но до глубины души возмущен этим поступком такого пожилого человека. Смешно говорить и приглашать читать книги, но при этом невежественно указывать на малограмотность районских в знании русского языка. А что, они обязаны знать русский язык? Хотя я считаю, что каждый гражданин нашей страны должен знать полностью язык той страны проживания. Тем более если ты сам по фамилии азербайджанец. И мне жаль тех людей, которые являясь азербайджанцами, не могут полностью изъясниться на родном языке. И самое главное многие так называемые «бакинцы» также на ломаном говорят и на русском. И таких людей я считаю половинчатыми. И мне их очень жаль. Да можно быть грамотным, но в первую очередь должен знать свой родной язык, культуру и литературу. И как относится к такому человеку, который заявляет, что русский является ему родным языком. Я не нацист и не шовинист и считаю, что желательно знать много языков и одним из первых русский. Но вначале свой родной язык. А также не только русскую и иностранную литературу, а также и свою родную. Чего я не видел у этого посидевшего человека. Которого я в своем комментарии к нему назвал прорусским шовинистом. Вот за эти все его высказывания и презрения к части так называемого районского населения. А призывать читать книги – правильное дело. Как говорил Владимир Ленин, учиться, учиться и еще раз учиться. Когда он должен быть истинным аксаккалом и объединить наш народ. Но к сожалению он наоборот нас разъединит в этом вопросе. Деля нас на грамотных и неграмотных районских. И потом. Разве среди бакинцев немало невоспитанных и необразованных. Но которых он не считает этим презрительным словом – чушка. Но как говорится в пословице – горбатого и могила не исправит. Но также есть и другая пословица, что надейся на лучшее и сам не оплоши. А может быть и справятся эти наши умы и аксаккалы. В конце хочу привести в пример армянских блогеров, которые возможно и критикуют свой народ в некоторых вопросах. Но мне еще не попадалось, чтобы они так презрительно оскорбляли свой народ в открытую, шуртвацами и карабахскими ишаками. Говорят – век живи и век учись. Хоть большая часть армян наши враги, но я посоветовал бы этому нашему не аксаккалу в этом вопросе брать пример от наших недругов и врагов. А сделает ли вывод из моего обращения этот персонаж, что это уже на его совести. А так жизнь и наша борьба с армянскими оккупантами и агрессорами продолжается. И нам нужны советы и мудрость истинных аксаккалов, а не тех, кто нас разединяет. Наша борьба за освобождение Карабаха продолжается. И слава всему азербайджанскому народу. Автор Габель Мирзоев